Всем привет, с вами Некрос, и сегодня мы будем читать. А читать мы будем о том, что же изменится в Доте 2 в обновлении 6.84. Видите эту козу на картинке? Она здесь не просто так. И мне кажется, что пикать ее будут чаще, но я вам пока что не скажу почему. Об этом мы поговорим маленько позже. И начнем, начнем читать, что же тут изменилось. Начнем с общих изменений. АОЕ Бонус Голд. Уменьшается, значит, командное золото. Значит, теперь будут золото давать меньше. Так, как бы это перевести-то даже, я не знаю. И ИКСП тоже будут меньше давать. А, разница в ИКСП на 40% будет уменьшена. Вот это начало видео. Первое же обнова, первое же изменение. Я уже не могу его нормально перевести. Но, допустим, вернемся к этому. За мили крипа будут давать на 3 голды меньше. За дальнего тоже на 3 голды меньше. Убийство героев теперь стоит на 10% больше. А вот что такое нон-нет, вот это вот непонятно. Вот все понятно, но вот что такое... Вот нет, нетворс, нетворс. Нетворс. Награда за ближние бараки увеличена. За дальние бараки тоже, причем сильно, так, с сотни до 225. А вот, ну вот здесь все просто. Вот здесь. Награда за Эншентов вообще везде порезана. Везде и всюду. Ну и здоровье, вот тут вот, хеллбер, тоже порезана здоровье, порезана награда. Значит, фармить Эншентов теперь не так выгодно, правильно? А, вот это вот мне нравится, вот это вот. Если вы убиваете вражеского героя с помощью ваших существ, которых вы призвали, а сами вы находитесь далеко, за пределами зоны получения экспы, то вы эту экспу получаете. Аффект стингс, лайк, спирит, бир, големы, фамильяры и всякие такие прочие. То есть, к этому относятся. Ух ты. Вот это интересно. Вот это вас удивит. Атаки ближнего типа теперь будут промахиваться, если цель будет находиться дальше, чем на 350 единиц, чем ваш рейндж ближней атаки. То есть, если, допустим, дум замахивается, пока он замахивается, чувак отходит на 350 единиц и дальше. И вы промахиваетесь. То есть, теперь не будет, знаете, там, таких ситуаций, когда вы замахнулись, и чувак умер на тысячи на рейнджа. Такого теперь не будет, будет мисс. Ага, на 5 секунд драфтинг пик. Ну, то есть, теперь думать на 5 секунд быстрее теперь придется при пике. The following abilities no longer ignore units. А, следующие обилки теперь не игнорят древних. Голем Варлока, так, Вортекс Монавоид, Берсерк. Ну, тут как бы, это уже сами прочитаете. Вот эти вот способности игнорят древних. Ссылочку-то я оставлю. Я хочу самое интересное прочесть. Дэмэдж блок no longer... А, то есть, теперь получается, что... А раньше такое было, я не знал. Вот, предположим, у вас есть Stout Shield. И он, получается, раньше блокировал урон от физических заклинаний. А до этого, тут написано в скобочках, до этого, на некоторых действовал, на некоторых нет. То есть, теперь физические заклинания, они все будут бить, как надо, по броне. А вангарды всякие, они не будут работать против них. Так. Ага, вот, теперь Рикимару. Молчание больше не снимает инвиз. То есть, Рикимару, получается, будет виден в любом случае, да? А вот дальше самое интересное пошло. У Абадона Borrow Time, ну, ульта, она может теперь быть активирована, когда он в дизейбле. Те же правила для морфа-морфлинга. Получается теперь... Ну, да. Получается, что и морфа теперь убить еще сложнее. Ты его грызешь, допустим, пуджом, а он берет и уже перекачивается. А когда Алхимик ведет отсчет броска, теперь это видно окружающим врагам. Теперь у этого скилла, у второго, да, у броска станчика будет курсорчик такой с земелькой. Ну, ау, я курсор, я так понял. Area Targeting курсор. Как у Свена. Третий скилл у пассивной, это жадность, теперь дает больше голды от Баунти Рун. Нет, стоп. Гранс 4x Gold, Баунти Фрум. А, от Рун. Просто ты Руну взял и получается... Не, или ты, наверное, к Баунти Руну все. Да, тут, конечно, все запутано. Чилин Тач. Ох ты, Чилин Тач аппарата теперь может быть снят. Если вы кликните на иконку бафа, если он вам не нравится, если вам не нравится медленно бить, вы просто берете и снимаете. И больше не бугуртите на... не ругайтесь больше на вашего аппарата. Прикольно. Так, тут что у нас? Brain Sub стоит тоже дешево. Чуваки под Найтмаром не дают вижен. И отмена сна, получается, может отменять все сны, которые были задействованы. Но дальше не так интересно. Там... Вот, допустим, у Бэтрайдера... У Бэтрайдера второй скилл. Теперь будет наносить 50 дамага, и потом ты будешь помаленьку гореть. Ну, и третий скилл тоже теперь меньше дамажит. А то реально было жестко под первым скиллом гореть от третьего. Интересно, интересно сделано. Получается, что... Так это получается, что если Бэтрайдер кинет второй скилл на... Эту... На Темпларку, то... И вообще будет фигово. Он ей собьет. У него не один удар получается, а несколько. Но ему нужно прокачать этот скилл. Потому что на первом левеле... Получается, только один раз наносится урон, когда попадаешь. И еще один раз, когда горишь. Так, интересно. Тут что у нас? Сюрикентос. Ух ты, ух ты, ух ты. Ничего себе. У Баунти Хантера первый скилл теперь наносит 150, 225, 300... 375 урона, это вообще... Но... На 250 единиц уменьшен рейндж. На первом левеле маны... Маны много теперь стоит. Сюрикентос. Понятно теперь почему, потому что он много дамажит. 120 маны, это дофига. Но зато... Конечная стоимость меньше, на 5. Теперь он перепрыгивает аж на 1200. Ничего себе. Трек теперь показывает, сколько голды... Есть у врага. А... На... Панели дебафов. О, можно голду распознать, прикольно. Бристалбек теперь медленно бегает. Больше брони снимает соплями. Ну, почти. Вот, то есть, 1, 1, 4... 1, 8, 2, 2. А было 1, 1, 2, 2. Ну, то есть, в итоге, больше чуть-чуть. Ооооо... Бруды теперь третий скилл не является модификатором. Он теперь стакается совсем подряд. Ульта больше дамажит. Хаосболт у... Кеа Снайта тоже больше дамажит теперь. Минимум. Минимальный дамаг. Не путайте. Скелетон Волк. Третий скилл. А, инвиз у Клинкса теперь... Кулдаунинца не 20 секунд, а 20, 19, 18, 17. Демнадцать. Деспакт Кулдаун. Тоже меньше стал. Шушуть. Фризинг Филд. На всех уровнях теперь 90. У Кристал Мейден ульта. У Дазла на четвертом левеле. Теперь дамаг с Пойзон Тача будет больше. Еще больше, чтобы стилить. Больше стила. Щиток у Дарксира дольше работает теперь. О, стена теперь дешевле по мане стоит. И работает эта стена, дольше стоит. Но дамаг маленько пофиксили. То есть, раньше было 78, 90% от иллюзий дамаг. Теперь 60, 75, 90%. Да. Не очень. Кинетик Филд. Дольше работает. Поздравляю, товарищ Дизраптор. Экзорцизм. Теперь стал сильнее. На двух духов. На одного духа и, соответственно, не на одного. То есть, 4. 4. 12. 21. Против 6. 13. 21. Отлично. А, у Дрэйгон Найт, а теперь первый скилл будет еще и дамаг вам резать. Коррозив, Брэст, Дэмэш из нау, Леттл. А, теперь... О, теперь отрава будет убивать. А раньше не убивала. Как у Виномансера получается. Вот оно что как. Тут какая-то дикость прям. Элдер, форма дракона. Сплэш-атака в форме дракона. Теперь имеет процентаж... Был 100, 200, 250. For 175, 50 дамаг. Теперь стал 150, 225, 300. А, радиус. 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 Не процентаж, не сплэш, 300%, а радиус. Радиус выше стал. Хорошо. Болдер. Так, Каменюка теперь чуть побольше бьет, но нужно раскачать ее. Монокост повысили чуть-чуть. Дэмэдж. Ой, дэмэдж снизили у третьего скилла. Причем так, ну, достаточно снизили. Магнетайз можно теперь снять. Получается, это ульта. А, и раньше, раньше Хекс не стопил второй скилл Эр Спирита. Когда он кастовался, 0,6 секунд идет каст. И если ты раньше Хекс даешь, то он не укатывается. Но он укатывается, а не должен укатываться. Так, Элдор Титан быстрее топает. О, мы дошли до Энчандрес. Вот сейчас будет вообще. Теперь ваша атака замедляется не на 360, 90, 120, а на 40, 70, 100 и 130. Ну, это фигня. А, теперь можно заенчантить юнит повторно, чтобы его время служения обновилось. И самое главное, импетус теперь пробивает неуязвимость к магии. Теперь даже если вы купите БКБ, вы получите по голове в любом случае отказы. Зашибись. Ну, дальше такое уже идет. То есть небольшие изменения. Монакос Блокола меньше чуть-чуть стал. Инер Виталити у Хускара теперь далеко кастуется. Ну, то есть такое уже. О, Инвокер это интересно, это мы почитаем. Теперь Инвокер получает не 2,5 интеллекта за уровень, а 3,2. Санстрай кулдаун уменьшен на 5 секунд. Инвок, но лонгер триггер с кулдаун, и вит онлес вапсы. У-у-у. Короче, объясняю, что это такое. Если у вас есть торнадо и метеор, и вам нужно поменять метеор, и вы метеор поменяете на торнадо, у вас поменяются местами скиллы, правильно? Это как бы иногда нужно. Но кулдаун альты-то не пойдет у вас. То есть Инвокер теперь стал маленько умнее, он понимает, что он просто поменял местами скиллы, и из-за этого у него не забивается, ну, кулдаун не идет. Вы можете еще раз альтануть. То есть вы можете просто поменять местами, и ничего вам за это не будет. Отлично. Максимальный левел дефининг бласта из Now, теперь это нон-таргетабл... Что? Что? Теперь пласт инвокера это не таргетовая волна, которая распространяется во всех направлениях вокруг инвокера. То есть теперь это, короче, как кольцо у Розора. Окей. Ладно. И при этом ничего не написано про дамаг. Значит, дамаг будет точно такой же. Теперь не промажешь. Если так... И самое интересное, что я представляю, дамаг такой же оставили, и раньше такой же, и просто... Такая волна на всех. Все будут... Все будут в дизарме. Ну, это неинтересно. О, Джиггернаут. Блэйд Фьюри. Уменьшен кулдаун. Блэйд Фьюри. Нау хас... Так, это я не понял. Вард теперь ползает медленнее. Ну, это написано. Блэйд Фьюри. Нау хас дэсээм спалмунити. Он каст и спалбихейвер. Азар спалмунити. То есть, получается, что... Поведение... Ну, как сказать-то даже, я не знаю, по-русски-то... Ну, неуязвимость к магии у первого скилла Джиггернаута теперь работает так же, как другие неуязвимости к магии. То есть, как БКБ и как... Ну, видимо, какая-то разница была. Он мне слэш не дает министан. Ну, тут все просто. Ну, это бред какой-то. Использование обилок... Обилок в Omni Slash. Как можно обилку в обилке использовать? Или предметов в Omni Slash не требует направления... Направления взгляда. Так в Omni Slash у него даже нет такого. Ну, ладно. Хорошо. Я даже не понял. Я понимаю, когда персонаж разворачивается, чтобы блинкануться, тогда да. Ну, задержка. А тут, получается... Я даже это мозгом не могу понять. А они это еще исправили. Как можно исправить то, что ты чего-то не понимаешь даже? Кунка... О! Кунка теперь не... Крутые парни теперь не смотрят на взрыв. Теперь Кунка не поворачивается, чтобы скастовать Торен. Он просто стоит спиной, так вот рукой делает, и все. Все происходит. Так... А это хорошо. Это мне нравится уже. Иксмарка стоит на 30 маны меньше. Получается, уже двойная Иксмарка, это не 160, а 100 маны. Это мне было нужно. Теперь не нужно будет трэды делать для того, чтобы маны хватало. А я так делал. Кулдаун Торрента меньше стал. Да. Неплохо, неплохо. Монолик теперь 10 секунд кулдаунится. Чакра Мэджик теперь не просто восстанавливает ману. Оно еще... Эта обилка, она еще и кулдаун следующего скилла у союзника, ну или у самого себя, у котла, понижать кулдаун. На одну, две, три, четыре секунды. А если Огру это дать? Или какому-нибудь... Не знаю, короче, жестко это. Зевсу не знаю. Жестко-жестко. Жестко. О, теперь фармиться в лесу будет за легионку полегче. И вообще будет она посильнее. Теперь шанс контратаки всегда 25%. 25%. Всегда это жестко. Лайфстил больше стал. А, вот что интересно. Зато кулдаун третий его скилла, пассивки-то, контратаки-то, теперь не 0.9 всегда, а 2.7, 2.9, 1.5 и потом 0.9. Так что не имба. Почти не имба. Раскачаете до конца, будет имба. Айса. Ну, это неинтересно. Это неинтересно. Лишрак теперь 320 носится просто. Каст-Рейндж агоним. Не дает Каст-Рейндж ультилины не увеличивать. Теперь ее дальность скилла. Каста. Так, а друид. После смерти друид не превращается в человека. Увеличилась броня в Баттл-Крае. Дамаг в нем увеличился. О, добавили агоним для друида. Теперь, короче, с агонимом ваш мишка может атаковать везде. Вне зависимости, где находится друид. И даже если друид погибнет, мишка останется живой. Луна. Больше брони. Агоним. Агоним. Чего, блин? Агоним дает возможность кастовать Эклипс на зону в 2500. Вокруг, что ли? Это что за фигня? И дает вижен в этой зоне. Ну, абстрактит какой-то. Ну, какой-то непонятный вижен, неполный. Can also target any allied unit to center... Что? Так, стоп, стоп, стоп. Can also target any allied unit to center eclipse on their location. Ага, то есть... Ааа, не-не-не, я что-то маленько, ну, губу-то распустил. Теперь вы будете... Эээ... У вас ульта на луне не запустится при нажатии кнопки. Вы нажимаете кнопку и выбираете, где ее кастовать. На себе или на союзнике. То есть вы не... Вы можете и не быть в замесе. Вы просто на союзника кастуете eclipse. И он на нем работает, как на вас. И вам даже подходить не надо. Зашибись. По-моему, клево. Особенно для таких ребят, как я. Которые не любят близко подходить к мясу. Ну, или дабл-клик на себя, если хотите быстренько. Ну, отнимите. О, мипа интересная. Гео-страйк. Дамедж увеличен. Но... Теперь мипа не будет быстрее респавниться за... Из-за ульты. На 20%. Не будет. Все. Халява закончилась. Дополнительный удар Старшторма у Мираны. Теперь бьет дальше. И бьет он теперь не наугад. А всегда ближайшую цель. К Миране. Адаптив Страйк. Теперь имеет... Теперь это не волна, которая из-под земли идет, а это теперь... Прожектайл. То есть это теперь снаряд, который движется со скоростью 1150. Агнин для морфа. Теперь... У вас есть новая способность гибрид. Можно превращаться в союзника. При этом можно пользоваться не ультами, но обычными обилками. И иметь ваши атрибуты оригинальные. То есть ваши статы, но обилки не ваши. 20 секунд длится. Интересно. Причем, может, два перья, что ли, сделать? Это что-то на ход смахивать уже, на аббатура. Так, вот тут непонятно. When the duration ends, or the hybrid dies, your hero emerges. Cannot end prematurely. Что такое your hero emerges? Он не умирает же он из-за этого, правильно? Но я уверен, что все хорошо. А белка невозможно, недоступна, если у вас есть репликейт. Ну, понятное дело, это у имба. Так, лаун сетки, правь, а гоним для наги. Воу-воу-воу. Теперь, когда нага поет, у нее и у союзников восстанавливается в течение 7 секунд здоровье на 6% каждую секунду. 42% здоровье на 6% здоровье. Половину здоровья за ульту тупо восстанавливает. Неплохо. То есть, теперь не нужно убегать. Теперь нужно ультовать, чтобы разместить. Если на вас напали, понятно. Кусты теперь дольше длятся. Дамаг тарантов больше стал. Стоп. Аганим септер апгрейдит. Если вы покупаете аганим фурия, то... Ничего себе. Пушинг тайм. Теперь, когда вы с аганимом ультуете фурой, то каждый раз, когда ульта убивает юнит, она вызывает трэнта. А если вы убьете героя, то появится сильный трэнд, у которого трехкратный дамаг и здоровье трехкратное по сравнению с обычным трэнтом. Зашибись. Зашибись. Вот это, пуш, просто там трэнтов будет, ну море по всем линиям. Круто. Ну а теперь ультовать, наверное, надо будет чаще. Теперь уже будет, типа, фура не ульту... Раньше было фура не ульту и по кд, а теперь фура ульту и по кд. Войт сталкер, войт атак спит слоу, с минус 35 до минус 50, ну да, сильно. Аганим для Никса. А, Карабасы не сбивают виндетту. Аганим для Никса. Что дает новую обилку? Бороу? Закапывание? В песок, да? Но, когда он закопан, он невидим, Никс, и не может двигаться. Но, имеет 40% резист к дамагу и регенерирует 1,5% в секунду. Здоровье и маны. Никс, Абилити, Сос, Хазинпрут, Проперва. Маны, Берн в таком состоянии будут наносить... Будут кастоваться на 50% дальше. Импейл быстрее кастоваться будет. Спайк, Карапейс сразу встанет. В 300 единицах от вас при активации. И им не нужно вас бить, вы просто ее встанете и все. А если ульта нете, то вы копаетесь. Окей. Так. Тут что у нас? Оракул. Пьюрифанг флеймскин, now target non-hero units. Зачем? Не знаю. Ну, тут немножко его переделали, да. А-а-а, немножко. Ну, конечно, не совсем. Теперь ульта Оракула не дает вам инвиз. Одно ембовато. Ну, бессмертие инвиз немного, нет? Ульта постоянно, постоянно снимает дебафы и дизейплы. Вместо того, чтобы сделать это при первом касте. А, то есть у вас не задизейплить получается теперь, да? Интересно. То есть невидимости нет, это плохо. Но то, что теперь вас вообще не остановить, это... Что-то как-то не стану и ничем. Ну, если я правильно понял, поправьте меня, конечно. Ульта действует на одну секунду меньше. Аганим. Так. Воу, воу, воу. У Деворера. Когда вы покупаете Аганим, то у вас ульта, после того, как наносит урон противникам, сразу всех загоняет в баню. Ну, во второй скил. В астральный импризонмент. Так, теперь тут еще написано, что Upgrade no longer always triggers the mana drain. А, саня теперь ульта не всегда будет активировать пассивку, я так понимаю. Не всегда будет ману сжигать. Или как это получается. И does not increase damage multiple... А, и мульти... 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 Как там? Модификатор... Мультипликатор, что ли? Множитель урона не будет увеличиваться на 1. Так. Урон... Урон второго скилла пака теперь выше стал. Чуть-чуть. Но не максимальный. Путш теперь замедляет сильнее. Ооо, теперь убежать будет сложно. 6% тем не менее. Так. Разные замедления у декрепифая пугны. А, то есть теперь урон от магии тоже разный будет. Увеличен по-разному. Всегда максимальный астрал. Длительность астрала. Каст рейндж при агониме теперь от ульты не увеличивается. Смоук-скрин у Рики теперь... Из-за этого вы поворачиваетесь медленно, как будто бы вы обмазываетесь нефтью Бэтрайдера. Нуль филд. А, у Рубика теперь дает этот... Маг резист еще к репам. Интересно. Что он делает? Каустик в финале на Always Triggers. Не понял я, короче. Так, ну шаман... Шаду шаман стал сильнее. Ну, в смысле сильнее. Он стал толще маленько. Так. Урон. Стана у Слардера стал выше. Last Word. У Салла теперь еще и замедляет. Но не дизармит. А, вот он еще. Интересно. Медленнее ходит. Теперь Силенсер. Вот, тоже интересная штука. Когда спектра ультует, она не пропадает. Она просто меняется местами с... С иллюзией. По-хитрому сделали. Уменьшили дамаг ульты у Снайпера. Печалька. И теперь Снайпер еще и ловкости меньше получает. На 0,4. Мне кажется, это серьезно. Шрапнель перезаряжается чаще. Задержка. Шрапнель выше стала. Одни минусы сплошные. Хэдшот теперь может мазать. Опустили Снайпера, короче, жестко. Боллайтинг. Флайн Вижн. Уменьшили. Ой, шторм теперь ползает 285. О боже. Так, больше брони у Суэна. 20 брони при третьем скелле. Тейкис. Тут забавно. Надо почитать. Лэнд Майн Активейшн Дилэй. Редюст. Быстрее можно и... О. Ооо. Это серьезно. Теперь, когда ты подходишь к противнику вплотную и ставишь мин, она взрывается через полсекунды, а не через секунду 75. То есть с Йолом теперь можно вообще там обмазываться. Стаси Стрэп. На полсекунды быстрее работает. Быстрее кулдавница суицид. И зачем вот это делать? Я не знаю, зачем тратить время на это. Табличка. Тут мины. Теперь кулдавница 360 секунд. 5 минут, короче. И нужно... Чтобы ее поставить, нужно прям встать на это место. Таблички дали... Таблички дали... АОЕ значок. Зачем? Табличка живет 180 секунд. Зачем? А, агоним. Так. О-о-о-о-о. ПА-нь-ки. Теперь понятно зачем. Если вы покупаете агоним Текису, ставите мины, кучу мин, и рядом с ними ставите... Очень-очень вплотную, прям вплотную. И рядом с минами на расстоянии 125 единиц ставите табличку здесь мины, то вот все вот эти вот мины, теперь... Их теперь не видно трусайтом, то есть их теперь этими пыльными, теперь этими вардами, теперь никак не увидишь. Ну то есть есть, как теперь, раньше это была приколюха с табличкой, теперь если стоит табличка, то там 100% мины, ну вот 100% там мины, потому что табличку тратить... Просто так теперь Текис не будет. Если там мины, значит там мины, поэтому если видите табличку, то там скорее всего мины. Тембларка, мэлт, одна секунда, кулдауна меньше стал, так. Прикольно. Тайдхантер теперь блокирует больше урона Кракеншиллом. Ну, Вася. Так, тайни теперь хватает на 275, чтобы бросить. Лайзерблайнд, так, слепота от лазера... Роу Тинкера действует дольше, на полтора секунды. Мана... Ой, реарм стоит меньше маны. Ой-ой-ой. Аганим теперь не дает повышенный... Крэндж лазера. Но Аганим... Что делает? Аганим Септер лазер. Now, рефракт to visible enemy heroes with 50 bounce range. А-а-а! Короче, теперь, если вы лазером в кого-то стрельнули, то от... Именно от героев, то в какого-нибудь вражеского героя, то если рядом с ним будет другой вражеский герой на расстоянии 50-50 рейнджа, то лазер в него отразится. Ну, как у ВД будет. Типа там, по всем. Короче, лазер теперь по всем будем бить. Если они будут вместе стоять. Ну... Ух! Что это получается? Три ракеты и лазер по всем. Ну, там какой-нибудь Black Hole дадут по троим. Все. Три ракеты, два и лазер по всем. Получается, три ракеты, три лазера. Или три ракеты, пять лазеров. Ужас. Ужас. Страшно. А-а-а... Тролю. Тролль теперь не получает. Плюс 15 дамага. Из-за берсерки рейджа. Теперь фармиться не так будет халявно. Так. Ну, все. Режут. Режут тролля. Battle Trans Duration. Теперь не 7 секунд, а 5 секунд. Все. Пошел нафиг тролль. Берсерки рейдж не снимается смертью. Таск. Аганим. Новая билка. Волрус Кик. Ногой ударяет противника, и тот отлетает назад на 900 единиц. У нас на 40% замедляет на 4 секунды. 12 секунд кулдаун. Ну, то есть, теперь, как бы, вот, ты гонишься сталкером, кончился, допустим, второй скилл. Он просто берет, и его не... Ну, еле-еле убиваешь, уже почти, да, осталось. Он тебя просто берет на 900 единиц, отшевыривает, и все. Или вообще подвышку под свою. Нормально. Даггер и подвышку. Вот так это теперь будет. Энрэйдж изменили у Урсы. Как? Не понял. Стоп. Не понял. Я не понял. Энрэйдж. Урса Гоинг Френзи. Козин Химтон Ультейк 18. Что? Энрэйдж. Ульта Урсы. Урса сходит с ума и получает на 80% меньше урона от любого источника. От магии, от физики, от всего. Что? Снимает дебафы и позволяет ему наносить двойной, два с половиной и тройной урон от третьего скилла. Ну, то есть, если на вас висит несколько стаков третьего скилла, то если Урса закастует ульт, то мало того, что вы будете наносить ему только 20% повреждений в течение этих четырех секунд. Энрэйдж теперь четыре секунды действует. Мало того, что вы теперь его не убьете ничем. Так теперь, вот этот урон, который на вас застакался, да, и будет стакаться, он теперь будет тройным от его когтей. Офигеть. Офигеть. Ну, и кулдаун. 50, 45, 47. Но все равно офигеть. Офигеть. Урса теперь просто разрыватель будет. Ну, и Рошан он будет бить быстрее. Ну, а теперь ему не нужно покупать хпшки. Ульта-то переработана. А, ну вот, привет. Виноманстер теперь на первом уровне геля снова наносит урон. И, в принципе, урона стало больше. Уф. Это хорошо. Это мне нравится. Так, вайпер страйк. Меньше урона, меньше кулдаун. Варлок. Так, голем регенерирует быстрее. Фатал бонцы быстрее кастуются. Уинкриз больше рейнджа у фатал бондов. Так, эти... Слои третьего скилла визажа быстрее накапливаются на 2 секунды. В смысле, у фамильяров теперь нет здоровья. Фамильяры, наврек, варь, 4 херо. Чтобы убить фамильяра, нужно их 4 раза ударить. Неважно, каким уроном. А, стоп, стоп. Крипы иллюзии. Наносят 1 четвертую дамага, таверки полдамага. Ну, то есть, получается, 8 раз таверка должна ударить. А крип должен ударить 16 раз. Хорошо. Это сворум дюрейшн у вивера. Теперь всегда 16 секунд. Так, это плохо. Но. Но. Сворум дюрейшн. Теперь не 15, 20, 25, 30, а 20. Всегда. Значит, на первом левеле выгодно. Сворум, атак, рейд. Теперь жуки кусают не 1, 1,35 секунды, а 1,4, 1,25, 1,1 и 0,95. Ну, урона, в общем, в принципе, урона больше. Но его меньше, но его больше. То есть, быстрее бьют они. Так, даблтычка. Теперь запускает второй снаряд. Ну, ничего, нормально. Раньше как было? Летит тычка в этого. Летит тычка в юнит, в героя. И когда она прилетает, тогда вылетает только следующая тычка. А здесь не так. Вылетает тычка, и по-любому через 0,25 секунд вылетает вторая. Убить, догонять и убивать даблтычка теперь проще. Но и фармиться теперь, наверное, не так просто будет. Потому что если вы встанете к крипу вплотную, то будет четверть секунды задержка, а не моментально. Так что? Ну, почти одно и то же, конечно. Ух ты. Даблтычка теперь неограниченную имеет рейндж. А гоним для вивера. Ой-ой-ой-ой. Опасно. Кулдаун. Что? Стоп. Так. Кулдаун. Ульты теперь снижен до 20 секунд. Согоним И. И теперь, и теперь можно возвращаться во времени, но при этом выбирать союзников, к которым ты во времени возвратишься. То есть, если ты был в полной заднице, но тебе нужно вылечиться, то ты можешь вернуться во времени, но вместо того, чтобы вернуться в полную задницу, ты вернешься к выбранному союзнику на расстоянии в 1000 единиц. Теперь вивер стал хитрее. Так. Шейкл шот каст быстрее в два раза. Винтерс керс. Ульта виверны изменилась. Так. Что делает? The Oscars to attack the ally now takes 70 less damage from all its sources. Ну, короче, те, кто атакует замороженного союзника, они теперь на 70% меньше получают урона от любых источников. Ну, в принципе, да. Честно. А то, ну... Чувак погибает. Мало того, что погибает, так еще и вся толпа его контролит. То есть, получается, контроль всей толпы и минус еще один. Не жирно, нет? Жирно. Поэтому и добавили резист этим атакующим. Аганим для Врайскинга. Ой-ой-ой, страшно опять. О, Элайс Хуанер. Что? Союзники, которые находятся рядом с Врайскингом. Ну, как рядом. Около 1200 АОИ. Когда их убивают, они превращаются в призраков на 5 секунд. Избегая смерти на 5 секунд. Ну, задерживая свою смерть. Они могут продолжать атаковать, кастовать и все такое. Когда... Когда ульта проходит, герой умирает. И деньги идут тому, кто нанес последний удар. Ну, короче, это уже ладно. Блин. Теперь вся команда может воскрешать. Точнее, теперь вся команда, если вы убиваете всю команду, она теперь просто берет и в течение 5 секунд убивает всех вас. А вы ничего сделать не можете, потому что они призраки. Они все равно сдохнут. Комбэк комбэков. И комбэком погоняет. Так, вижен. Вижен. Улиты Зевса в 2 раза меньше стал. Ну и пошли айтемки. Новый предмет. Манго. Манго. Ланго. Танго. 150 голды. Провайдс 1. ХП регенерейшн. Сразу же 150 маны восстанавливает. Прям сразу. Эй, это уже. Стареньким Варкрафтом попахивает. Помните? 150 маны за синюю фласку такую. Можно покормить союзника. Не стакаются несколько манго. Лотус орб. Из персика делается. Плайтмейла и ресайпа. 5 регена, 105 мана регена. 10 дамаж, 10 армор. Актив. А можно назвать актив. Эхо шелл. На союзника. На союзника кастуется. Снимает негативные бафы. И эхо шелл накладывает. Эхо шелл на 6 секунд. И если у вас кастуется какой-нибудь стан под эхо шеллом, он отражается и летит обратно в кастующего. Ну то есть, такая подходит, значит, Лина такая, сейчас я кастану на твоего союзника ульту и в момент каста вывешает тебя хэшелл, а ульта ее разрывает на части. Зашибись. Теперь Вилат будет орать, как резанный, когда... А, это случится, случится когда-нибудь, вы же понимаете. Он отразил ульту. Такое будет. Глимер кейп. Что делает? Что он делает? Глимер какой-то. 30 атак спида, 20 magic resistance. Shadow AMOLED, CLOCKED и все. Инвизиабилл... Так, невидимый союзник делается. Fade Times 0.4. 66 magic resistance на 5 секунд, когда я в инвизию. Так, невидимый юнит может двигаться 5 секунд. Но, если он атакует или кастует, он сразу раскрывается. Но двигаться в течение 5 секунд в невидимости он может. Интересно. Guardian Greaves. Arcane Bots, Меканизм и Ресайп. 5300. Это что такое? 55 move speed, 250 мана, ко всему 5 к армору. Пассивный. Guardian Aura. Провайз 2 армора, 4 health regeneration aura. Когда у цели на 20% здоровья дает 15 армора и 15 health regen. Ну, когда у вас. Кто-то, кто носит. Активная мэнд. Восстанавливает 250 маны. О, 250 здоровья, 160 маны всем союзникам. Снимает... Ух ты. Снимает негативные бафы. С кастера. Апон каст. The dispel only effects your hero. Ну и не написано, а можно в стане кастовать. Ну, нифига сколько предметов там. Moon Shard. Гиперстоун, гиперстоун. Ресайп. 120 атакс пид. Шейдсайт пассивная. Moon Shard дает 250 бонус на night vision. Так, юскенби консюм ту гейн пермамент. 60 атакс пид баф. Не стакается. 60 атакс пид баф. Дабл клик. Ну, понятно, это как гиперстоун на гиперстоуне. Двойной гиперстоун, короче. Silver Edge. Shadow Blade и Саша. Shadow Walk. Invisible Attack. Now deals 225 дэмэдж. Еще... Что? Пассивки снимает. Shadow Walk. И дамаг уменьшает на 40%. Ой, что-то какая-то прям жесткая штука. Пассивки убирает. Дамаг снижает. 24 секунды cooldown. Атакинг to end invisibility cannot miss. И не мажет еще. Не пробивает ПКБ. Понятно. Solar Crest. Медальонов... А, медалька. Талисман of Evasion. 30 evasion, 75 модельген, 10 армора активная. Лозис, The Solar Crest, Armor and Invasion. Ну, теряет бафы, ну, бонусы к армору и... Этого... У ворота. Если на союзника кастается, дает 10 армора и 30 evasion. А, вы передаете бонусы союзнику, понятно. А если у союзника уже есть бабочка? Ой. One Targeting and Enemy на врага, тогда снимаетесь армора и 30% миса накладывает на 7 секунд. Ну, то есть он будет мисать, я так понимаю. Dispel можно, то есть баф можно развеять. Octarin Core. Mystic Staff, Soul Booster, 5 900. Ну, так, 25 интеллекта, 450 хп, 400 манэ, 4 хп регенерейшн, 100% манэ регенерейшн, пассивно. Глайн редакшн, редюс. Что? Это же уже Лига Легенд! Бомбите, товарищи дотеры. Теперь в доте есть кое-что от Лиги, азазос. Короче, пассивно. Пассивно. Все ваши скиллы будут перезаряжаться на 25% быстрее. Постоянно. Это же пассивка, а не активка. Пассивно еще. Спеллайфстилл. Лига Легенд. Ну, правда, такое уже было у Гули, но не важно. Еще пассивно спеллайфстилл восстанавливает здоровье от процента нанесенного урона от скиллов. Короче, вы кастуете магию какую-то и лайфстилл вас от этого. 25 от героев, 5 от крипов. Ну, то есть, если в кучу крипов кастанет кьюшку Некролит с замакшенной третьим скиллом и вот с этим вот коктарином кором, то отхилится он вообще знатно. Ой-ой-ой, да. И дополнение. Upgraded Boots of Travel. Можно еще раз купить Recype. Можно к героям телепортироваться. Observer и центришки. Так. Что делают они? Stack into one inventory slot. Double clicking toggle switch. А-а-а. То есть, варды можно в один слот и обычный, и центрик положить. И нужно дабл кликнуть на него, чтобы он у вас, ну, переключился. Какой взять? Такой, и желтый, и синий. Ну, один слот занимать будет. Хорошо. С саппортом полезно. Skullbusher. Skullbusher. Силу величина. Дамаг с башем маленький стал. Стоп. Дамаг, который дает башер, теперь не 40, а 25. Но баш теперь 60 бонус на урон наносит. И на 30 секунды кулдаун баша. Обисал. Дает теперь 85 дамага вместо 100. Тоже 60 бонус дамаг пристанье баша. И то же самое все. Энерджи бустер. Энерджи бустер. На 100 голды дешевле. Арканы теперь кастуются за бесплатно. Теперь восстанавливается мана не в 600, а в 900 рейнджах. Теперь не будет такой фигни. Типа, что ты не добежал, мне мана не дал. Так. На 100 голды больше Бладстоун стоит. Армлет. Это интересно. Атак спид на 10 больше. Но не дает Анхоли Стрэндж. Ну, при активации с 10 атак спида. На 1 десятую секунду быстрее сила дается. О, топорик. Что ты даешь нам? Changed from full damage bonus to base damage bonus. То есть, full damage bonus from 32-12, 40-15. Не понял. Не, не понял. Квел дэмэдж бонус from 32-12%. Но и 32 же тоже проценты, я надеюсь. Такого же не может быть. На Рошану не дает бонусный урон. Чоп, активы пилить, и наукилс вардс. А убивает сразу варды. А не наносит 100 урона. А раньше что не так было? 100 урона вардам? Ну, ладно. Чоп, актив, абилити, раньше. Так, дальше. Теперь можно чопать. Когда варды... Только когда варды, никогда деревья. Что ты не понял? Changed from full damage bonus to base damage bonus. А-а-а-а, я понял. Печально. Смотрите, какая ситуация. Если у вас... Если у вас есть... Ну, допустим. Допустим, вы на первом левеле вкачали ауру траксы. И купили и топорик. Допустим. Вы так не сделаете, я понимаю. То урон от топорика сложится в процентах с аурой траксы. И он будет больше. Раньше так было. А теперь, какая бы у вас аура ни была. Там, неважно, луны ауры, еще чего-то кого-то. У вас только от вашего белого дамага будет идти бонус. Зеленый дамаг не считается. Все. Ноу халява. Что? Battle Fury now requires and provides the bonuses of Quelling Blade. Ну, короче, Battle Fury теперь как топорик будет действовать. Теперь можно закинуть прям в арт эту... Battle Fury. Клифф радиус больше. Атак дамэдж меньше. Кл бонусы знал. 60% для мили. 25% для рейндж. Но теперь фармить вы будете гораздо быстрее. 60%! Теперь антимаг просто будет в 10 фармить очень быстро. БКБ можно продать. Приезжайте. Блэдмейл. Дамэдж рейтен кулдаун. 17-15. Ух ты! Фейзы. Ну, фейзы, по сути, теперь меньше стоят, да? Или как? Cost Reduced Blade of Attack. 450-420 на 30 монет. Face Duration. 4, 3 и 6. Ну ладно. Бегаем теперь не так долго. Долго. Батак. Boots of Travel. Телепортейшн кулдаун. Меньше на 5 секунд. Баклер. Бонус. Радиус увеличен. Clarity на 5 секунд еще действует. Маны больше. Каст рейндж больше. Мазать можно дальше. Бабочка действует не так долго теперь. Но больше ему в спиду дает. Crimson Guard. Так. Дамэдж блок от Vanguard'а больше. Crimson Guard больше. Так. Блока. Всего больше. Всего больше. Дезолятор. Меньше урона. Но теперь Recipe стоит не 900, а 300. Тракториста. Diffusal Blade. Работает на иллюзии с дальним боем. Но наполовину, в полсилы. 330 урона дает рапира. Аура теперь на 20% замедляет дасты. Так. На 10 спид бонуса больше от барабанщиков. Это так понимаю, что это аура или это активка? Непонятно. Так. На 100 голды Eagle Song меньше стоит. Но этого тоже не нравится, кстати. Теперь, чтобы поднять ветерки еулом, нужно заплатить 175 мана. А, не 75. Инвокеру этого не понравится. Скади. Но это не интересно. Vision Courier меньше стал. Так. Быстрее летает от бурста. Force Staff больше регенерирует. Ghost Scepter 100 голды меньше стоит. Но меньше бонус атрибутов. Так. Перчатка на 5 атаки больше. Спиды. Спид атаки. Скорость атаки. Ходреско. Дальше. Аура работает. Салва. Хилит на 2 секунды меньше. Cast Range больше, как у Кларити. 250 теперь. River стоит на 200 голды меньше. Tarasco на 200 голды больше рецепт. Теперь она восстанавливает не 2%, а 3.25%. И Regeneration Disable Time Increased. Ой-ой-ой. Теперь, если вас, ну, вас бьют, то не через 4 секунды вы будете лечиться, а через 6. Для ближников и с 5 до 7 для дальников. Spell Block. Линки на 1 секунду быстрее перезаряжаются. Мом теперь дает не 30% к Мов Спиду, а только 17%. Жалко. Так. Magic Wand. Теперь что нужно? 3 бранча. Рецепт. Magic Stick. А чтобы... То Magic Stick 2 бранча. Цирклетка. Но дает теперь 4 ко всему. Меканизм. Дальше лечит. Мельнир. Молния не перебрасывается на тех, кого не видно из-за тумана войны. Статик Чардж Каст на 200 дальше. Негрономикон. Вот это интересно. Они стали жирнее. Дамага стала больше. Дамага стала больше. В любом случае. И Аура. Ну, короче. Аура. Мув Спида маленько. Чуть-чуть поменьше стала. А, не. Побольше стала. Че я уру-то. Короче. Не кровь, а апналим. Шушуть. Обсервер Вардс. Теперь бомбить не будет у вас. Орпа Фина может вас убить. Ну. Вы понимаете. 1 хп не оставить теперь. Пипа. Пипа. 10% Magic Resistance. Аура то всем. Вокруг это пассивно. 10% защиты от магии. Но на вас не действует. На носителя. И Аура дальше. Так. Пауэр Трэд на 1. Атрибут больше. Котер Став. 25 голды меньше стоит. Радианс стоит на 75 больше. И теперь те, кого вы сжигаете радиансом, они промахиваются с шансом 17%. Рефрешер вообще поменяли. Что дает? Все то же самое. А ну там статы и неинтересно. Так. Больше. Рота Фотос на 5 интеллекта больше дает. Сатаник теперь на полсекунды работает дольше. Сильнее замораживает Шива на 5. Так. Стаут Шилд на 50 голды меньше стоит. На 3% меньше блочит. Дамаж блок. Дамаж блок блок. Что? Дамаж блок блок дамаж. Редюс from 20 на 10. То есть здесь 16. Ой. Что? А. Меньше блочит. Я понял. Чего? From 20 на 10 для дальников. И from 16 на 8 для дальников. Может быть ближники 10 блокируют, а дальники 8? А раньше было 20 на 16. Ерунду написали. Танго. Теперь может есть варды. Фу. Если вы съели вард, то восстанавливаете в 2 раза больше. 203 с хп овер 16 секунд. А когда варды и жрёте, то 450 кастренж ещё. Ну, понятное дело, как у Квилинблейда. Так. Дальше восстанавливаются скроллы на 5 секунд телепорта. Эзерил стейт. Как это? Я уже всё, я по-моему, уже сколько я сижу читаю, то это минут 30. Если вы в астрале, то телепорт не отменяет астрал. Вейл оф дискорд. Стоит на 150 дешевле. Так. Кулдаун меньше. Дюрейшн меньше. Длительность дебафа меньше. Монокост меньше. И Владимир. Фух, последнее. Лайфстил. 16 до 15 уменьшили. 10% рейнджевиком лайфстила. Now require Headrest. Теперь вместо Ring of Regeneration вам нужна Headrest, чтобы его собрать. Теперь даёт 2 кстатам ко всем. И Владимир Аура now provides 3 Health Regeneration. 3 здоровья в секунду Аура даёт. Уф. Ну, я хотел краткий обзор сделать, но маленько увлёкся и обозрел вообще почти всё. Ну, в общем, вот как есть, ребята. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо ещё раз. И всем пока. Играйте в дотку. Или в то, что нравится. Играйте в дотку. Играйте в дотку. Играйте в дотку. Играйте в дотку. Продолжение следует...